Перевел и озвучил Абдок Фельдар, специально для бэсжимания.ру Сегодня я расскажу вам, как же именно я выиграл финал чемпионата мира в Абу-Даби в абсолютке 2009 года. Тогда я боролся против Браулеу и Стимы, он довольно быстро затянул меня в гард, и мы все знаем, насколько Браулеу опасен из закрытого гарда, так что я понимал, что мне нужно поскорее убираться оттуда. Я хотел встать, как только будет возможность, как я всегда и учу своих студентов, и пытался пройти его гард. Хотя он не смог сломать мою осанку или засабмитить меня, у него все-таки получилось сделать свип. Дальше я также знал, что мне нужно теперь свипануть его обратно, но при этом не открыться самому. В то время я часто работал из ласса гарда, и то, что я сделал, я придумал прямо во время схватки. Я никогда раньше не тренировал этот прием, но, очевидно, он сработал хорошо. Так что я хочу показать вам свой тарси свип, который принес мне победу в абсолютке на Абу-Даби World Pro. А через год я выиграл и свою категорию. Давайте начнем отсюда, с ласса. Мой соперник был все время на коленях, и сперва правой рукой я контролировал этот отворот. Иногда я менял захват и пробовал сделать свип, взяв его за колено. Иногда притягивал к себе, чтобы не дать обойти в эту сторону. И когда я тянул за лапел, не давая пойти в ту сторону, Браулио сделал вот что. Он просто встал на эту ногу. Я, в свою очередь, оттолкнул его немного и накинул ногой ласса. Затем я провернулся под ним, как будто хотел уйти в черепаху. Было что-то похожее на хеликоптер свип. Дальше я выпрямил ноги, насколько было возможно. Тут встал. И затем мне нужно было просто сделать шаг назад. И вот я сверху с двумя баллами за свип и титулом чемпиона мира Абу-Даби Про. Давайте еще разок. Работайте с ласса. Держите за этот отворот, чтобы он не пошел вот сюда. А если он решит пойти в другую сторону, то это даже лучше. Я смогу свипануть, взяв за колено. Но Браулио знал это и решил встать на правую ногу. В тот момент рефери призвал его бороться активнее, ведь мой гард был открыт. Так что я использовал эту ситуацию, чтобы он сам поставил себя в неудобное положение. После того, как он встал, я создал немного пространства, чтобы туда зашла моя нога. Я будто бы пошел в черепаху, но прокрутился под ним полностью. Дальше я начал толкать этой ногой вперед, при этом помогая себе и рукой. Тут нужно оттолкнуть его сильнее, чтобы он не встал обратно. Видите, я блокирую его руку и отдавливаю ногой. Рукой опираюсь о татами. И забираю 2 балла. Вот это и есть Тарси Свип. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...